Сегодня в виртуалите, когда вышел настоящий третий фоллаут. Что такое принцип трёх У? Готовы ли москвичи к ядерной войне? Что делать в случае ядерного взрыва? Привет, меня зовут Макс Васильев, и это программа Виртуалити. Весь прошлый выпуск мы говорили о выходе убойного шутера Far Cry 2. Сегодня настало время рассказать вам об ещё одной игре. Тем более, что пару дней назад она увидела свет. Ещё немного потяну интригу, но дам подсказку. Никогда не думали, что будете делать, если неподалёку взорвётся ядерная бомба? Именно с этим вопросом мы обратились к людям на улицах и получили весьма странные ответы. Можно упасть ногами к взрыву и закрыть лицо руками. Можно съесть сало, кстати, кусочек. В холодильник залезть. У меня есть кастрюля, я найдён наглую кастрюлю, и радиация не будет действовать на мои моски. Я могу локаться, я могу реться и лягу под кровать. В первые 13 секунд я попытаюсь добежать до метро, после чего побегу в палатку с мороженым. Звоню любимому, он присылает самолёт, и мы улетаем отсюда. Предложенные варианты были бредовые и очень бредовые. Наверняка все эти люди во время ядерной войны превратятся в супер-мутантов. А всё потому, что они ничего не знают о Fallout. Чтобы не повторять их ошибок, смотрим сюжет. С чего начинается Fallout? Многие считают, что Fallout начинается с ядерной бомбардировки Китаем-Аляски. Другие считают, что Fallout начинается с окошка инсталлятора разрешением 640 на 480. Но на самом деле, Fallout начинается с голоса Рона Перлмана. Того самого актёра, который играет знаменитого Хеллбоя. Который говорит, что войны никогда не меняются. Те, кто услышал эти слова в далёком 97-м году, уже никогда не будут прежними. Наверняка они помнят, как их парализовало перед монитором и затянуло в мир будущего, разрушенного ядерной войной. И это уже не отпускало. Ни через неделю, ни через месяц. В общем, что это такое? Это ролевая игра про постядерный мир. Про Америку, пережившую ядерную войну. Что уж само по себе радует некоторую группу наших соотечественников. Тупишь по малу, а? Ты не выглядишь, как шкурка от апельсина. Нам отводилась роль одного из немногих выживших, которому посчастливилось родиться и вырасти в противоатомном убежище номер 13. Там бы он умер, если бы в один прекрасный день не сломалась система очистки воды. Бедолагу выставили на поверхность со словами «Принеси нам водяной чип, иначе через сто дней мы все загнемся». Нам нужен этот чип. Герой выходил наружу с одним лишь пистолетом в руках и в смешном костюмчике с цифрой 13 на спине. И начинался обратный отсчет. Не успеем вовремя добыть заветный чип, родное убежище погибнет. Надо сказать, что водяные чипы повыжженной ядерной войной Америки вот так просто не валяются. И для того, чтобы его отыскать, приходилось изрядно походить по карте, посражаться и с мутантами, и с бандитами. Любое задание можно было выполнить минимум тремя путями. Уговорить, украсть, убить. Поэтому у каждого из игравших оставались свои, сугубо личные воспоминания. В основном, конечно, мясные. Игра располагает. И тут я достаю шестиствольный пулемет, значит. Глаза, мясо, все, застилает карту. Я иду вперед, мне надо найти водяной чип, понимаете ли вы это? Вышедшая через год вторая часть развила успех первой и застолбила за Fallout звание одной из лучших игр всех времен. Первые две части Fallout в нашей стране – это что-то вроде, не знаю, кинофильма «Семнадцать мгновений весны». То есть их все знают, в них все играли, а кто не играл, тот думает, что все равно тоже играл, потому что от кого-то услышал. Да, и еще. Береги себя. Ладно. Популярность первых двух частей Fallout в нашей стране, высокие оценки за океанских критиков, к сожалению, никак не повлияли на ее продажи. И разработчики еле-еле окупили затраты на создание игры. А побочные продукты серии и вовсе провалились. Но это не значит, что они не заслуживают внимания. Сейчас уже мало кто помнит о Fallout Tactics. Хотя в свое время ее по-настоящему ждали, вглядывались до боли в редкие скриншоты и пророчили ей славу первых двух Fallout-ов. Увы, от классических RPG там осталось до неприличного мало. Разве что название, зеленый шрифт, да красные кнопочки в интерфейсе. Мы играли за славное братство стали. За крепких ребят, закованных в энергетическую броню, которые, соответственно, путешествуют по пустошам, основывают форпосты цивилизации, ищут технологии и борются против страшного-страшного врага. Искусственного интеллекта с кодовым именем «Калькулятор». Я вас научу ссать, спать, шагать, отвечать, бить и не ныть. А теперь небольшая сенсация. Fallout 3 уже вышел 6 лет назад. Почему это небольшая сенсация? Во-первых, потому что назывался он вовсе не Fallout 3, а Project One Bureau. А во-вторых, потому что вышел он мертворожденным в виде такого вот убогого технического демо. А также вороха нереализованных идей. Мы бы играли за осужденного на смертную казнь, который вот бежит от наказания. Осужден он заслуженно или нет, пожалуй, что никто-то уже и не узнает. Потому что ни сюжеты этой игры, ни ее какие-то квестовые наработки никогда уже никому не пригодятся. И еще кое-что, девочки. Добро пожаловать в братство! Далее в виртуалити. Как бы выглядела Москва после ядерной катастрофы? Какие фильмы посмотреть в ожидании третьего Fallout? Где поклоняются ядерной бомбе? Это спецвыпуск в виртуалити, который посвящен играм серии Fallout. В этой трилогии нам показывают, что произошло с Америкой в результате ядерной войны. И ничего не говорят о России. Мы решили немножко пофантазировать на эту тему. Итак, представьте, Россия после ядерной катастрофы. Ну, не дай бог, конечно. Как вам такой вариант? А так? Тоже неплохой вид. Похоже, что тут после ядерного взрыва не сильно что-то изменится. Чтобы проникнуться по с ядерным духом, абсолютно не обязательно шастать по развалившимся заводам. Можно просто сесть перед телевизором и посмотреть кино на тему. Ну и подобрали для вас семерку фильмов, которые стоит посмотреть в ожидании Fallout 3. На первом месте с конца расположился фильм «Парень и его пёс». Действия фильма происходят в 2024 году, после ядерной войны. На месте Америки остались лишь выжженные пустоши. Главный герой — молодой парень и его разумная собака, которые набрели на огромное противоатомное убежище. Седьмую позицию фильм заслужил не потому что плох, а потому что недостаточно жесток. Хотя кино и пустоядерное, но настолько трогательное, что может вызвать слезу даже у супермутанта. Тем не менее, разработчики Fallout'а нашли, что позаимствовать у парня и его пса. Вы помните собачку Догмета из первой части? А из второй? А из третьей? Ну, то-то. Предпоследнее место в нашей семёрке достается фильму «Почтальон». А всё потому, что фильм «Почтальон» хоть и невообразимо красив, но так напрягает нас сопливый американский патриотизм, что аж противно. Вы только подумайте, мир лежит в руинах, все воюют против всех, и только одинокий «Почтальон» Печкин в исполнении Кевина Костнера развозит людям письма и селит надежду в растерзанные души несчастных жителей разрушенных городов. То, что доставка писем сможет возродить из пепла американскую мечту, это так, так трогательно. Кто-нибудь, встряхните мне слезу, пожалуйста. Пятое место достается фильму «Солдат» с Куртом Расселом в главной роль. Сюжетно у «Солдата» мало общего с «Фоллаутом», но зато внешне эти два произведения во многом похожи. Достаточно взглянуть на роскошные картины разрухи и запустения, которые встают перед главным героем и становится тут же понятно, откуда разработчики третьего «Фоллаута» черпали немалую часть своего вдохновения. Уже только ради одних спецэффектов «Солдата» обязательно стоит посмотреть. Фильм «Побег из Нью-Йорка» вышел за 17 лет до «Солдата», но Курт Рассел появился и тут. Правда, попал он на четвертую строчку совсем не по этой причине, а потому что только здесь можно лицезреть большое яблоко, превращенное в гигантскую тюрьму, вокруг которой бушует кровопролитная война. Однако война тут изображена постольку-поскольку. Главная интрига вертится вокруг американского президента, которого угораздило упасть на самолете в самый центр исправительного заведения. Поклонники «Фоллаута» тут же вспомнят, как встретили главу государства в похожей ситуации в центре нефтяной вышки к западу от Сан-Франциско. На третью ступень педестала обеими ногами встает фильм «Противостояние», снятый по одноименному произведению «Ни кого-нибудь, а Стивена Кинга». Причина катастрофы на этот раз в вирусе, который, как водится, в самое неподходящее время вытек из какого-то секретного объекта. Остатки выживших сбиваются в двух городах «Болдере» и «Лас-Вегасе». И мало им пережитого бедствия они еще зачем-то задумали уничтожить друг друга. Продолжительность у картины выдающаяся – шесть часов, но смотреть не надоедает ни на минуту. Как ни крути, а Стивен Кинг веников не вверх. Мало кто знает, что Люк Бессон приложил руку не только к пятому элементу и такси, но и отменному постапокалиптическому фильму «Последняя битва». Фильм, как видите, черно-белый, и, как слышите, в нем не произносится ни одного слова. Но происходящее на экране поистине завораживает. Дух Фоллаута здесь витает повсюду. Всем поклонникам апокалипсиса и альтернативной истории к просмотру настоятельно рекомендуется. Ну а вершину пьедестала занимает, конечно, безумный Макс. Австралийская трилогия о суровом воине пустошей с Мелом Гибсоном в роли сурового воина этих самых пустошей. В этом фильме Фоллаута больше, чем во всех предыдущих шести вместе взятых. Чего стоит знаменитая кожаная куртка без одного рукава? В Фоллауте была точно такая же. Если надеть ее, взять в руки дробовик и вломиться в таком виде в лагерь рейдеров, бандиты разбегаются с криками «Мы все умрем!» А то ведь не кто-нибудь к ним пришел, а сам безумный Макс. Между прочим, две части фильма про безумного Макса принесли его создателям 30 миллионов. А все права на вселенную Фоллаут после банкротства студии были выкуплены за каких-то жалких 1 миллион 200 тысяч долларов. Какие похожие миры и какие разные судьбы. Но именно с покупки прав на игру Бесезды началась история нового Фоллаута. Все, кто играли в первый и второй Фоллаут, помнят, что их действие происходило в солнечной некогда прекрасной Калифорнии. Третья часть переносит действие игры с западного побережья на восточное, прямиком в разрушенной ядерной войной Вашингтон. На восточном побережье то же самое, что и на западном. Завышенный радиационный фонд, толпы мутантов, ну и бандиты тоже бесчинствуют, как и везде, в постпрополитической Америке. Бывшая столица США воссоздана со всей возможной достоверностью. Хотя в таком виде вряд ли ее узнают даже коренные жители Вашингтона. Взору геймеров предстанет не только центр города, превращенный в линию окопов, но и его колоритные предместия. Например, город Мегатонна, жители которого поселились вокруг неразорвавшейся атомной бомбы. И что интересно, никто в городе на жизнь даже и не думает жаловаться. Лишь одно живое существо во всем постъядерном мире не отвернется от главного героя, каким бы нестерпимым злодеем он ни был. Это его верный пес по кличке Догмит. Неизвестно, является ли он тезкой или дальним родственником сварливой псины из первой части. Но как бы то ни было, Догмит — собака в хозяйстве полезная. Во-первых, по команде ФАС он может атаковать противников. Во-вторых, по команде ИСКАТЬ он приносит нам из развалин всяческие полезные предметы. Например, медикаменты, которые в пустошах на вес золота. Ну а в-третьих, побродив по выжженной радиоактивной пустыне недельку-другую и не встретив никого, кроме гигантских муравьев, вы поймете, что собака, к тому же, отличный собеседник. Когда-то настоящим шоком для поклонников Фоллаут стало то, что третью часть решили сделать с видом от первого лица. Привычная изометрия осталась в прошлом. Та же участь постигла и боевую систему. Теперь на смену по шагам и боям пришел так называемый ВАЦ. На экране появляется такой разрез туши мутанта. Вот там в руку, если вы будете стрелять, вероятность падания 30%, в торс там 80%, не знаю, и в голову 20%. Ну и так примерно прикинув свои шансы, можете, не знаю, с левой руки стрелять ему в голову, с правой, например, в руку. Потом паузу опять нажимаете, мутант на вас пошел, и главный герой стреляется. Создатели игры утверждают, что на прохождение одного только главного квеста уйдет около 20 часов. Но если вы хотите увидеть игру целиком, ну а как же иначе, везде побывать и все посмотреть, то на это потребуется часов 100, не меньше. А это значит, что те, кто когда-то прогуливал школу из-за первых двух фоллаутов, теперь огребут на работе за Fallout 3. Далее в виртуалите. До чего докатилась Америка? Как начинается третий фоллаут? Это в виртуалити. Мы вернулись в постъядерный мир игры Fallout. Сегодня мы много говорили об истории, о разработке третьей части. Но к чему теория? Первый взгляд на Fallout 3 в рубрике демо. И внимание! В этом сюжете раскрываются некоторые особенности сторилайна. О том, как начинается игра, вы наверняка уже слышали. В любом случае, я не собираюсь портить вам удовольствие. А поэтому давайте перемотаем до того момента, когда мне пора выходить на поверхность в поисках своего пропавшего папаши. Как советует Компас, посетить мне нужно для начала городок Мегатонну. Но разработчики и так про него очень много рассказывали, поэтому направляю свои стопы прямо в противоположном направлении. Сейчас мы проверим, как работает хваленая нелинейность. Чтобы веселее было шагать по радиоактивным пустошам, включая единственное пока доступное радио. На этой волне вещает американский президент Иден. К слушателю он обращается исключительно как «Моя дорогая распрекрасная Америка». Обратите внимание, это мутировавший крот переросток. Сейчас проверим на нем новую пошаговую систему боя. Ну что сказать? По-моему, система работает как надо. Под бодрую патриотическую музыку я дотопал до первого поселения. Это оказался хуторок на шесть домов, который называется, как ни странно, «Биг Таун». Видать, местные жители не лишены самоиронии. У входа меня встречает меланхоличный охранник, а на центральной, с позволения сказать, площади здешняя городская сумасшедшая. И мы с ней, знаете ли, как-то сразу сцепились языками. Она рассказала мне кучу занимательных вещей. О том, какая она особенная, и как с прошлым парнем рассталась, и как мечтает стать привидением и пугать людей. В общем, под конец она мне подарила жареную игуану на палочке и пригласила заходить почаще. Ну что ж, какой-никакой друг. А вообще, участи обитателей «Биг Тауна» не позавидуешь. Очтились ребята между мутантами с одной стороны и рейдерами с другой. И, само собой, просят помощи. Ну, а мне не жалко. Выручу ребят. Для начала загляну к мутантам. Слушайте, по-моему, поспешил. Все-таки для персонажа второго уровня с ржавым пистолетиком такие вылазки рановаты. Эти зеленые крепыши чуть не забили меня своими палецами. Еле ноги унес. Все-таки придется отступить и наведаться в Мегатонну. А там, посмотрите, раздвижные ворота, робот-швейцар, храм поклонения Атому, даже женский и мужский туалет есть. Цивилизация, мать ее! А какие там девушки? В общем, в Мегатоне я застрял минимум на 4 часа. И узнал много интересного. Во-первых, деловой костюм и шляпа 50-х придают речам убедительности. Второе, заворовство понижает карму. И третье, для взлома замков потребуется настоящая ловкость труб, а не просто строчка в параметрах. А вот под занавес мне в голову пришла такая мысль. Многие обвиняли Fallout 3 в том, что это будет этакий Обливион с пушками. Но вспомните Обливион. Там был хоть один привлекательный женский персонаж. Не-а, а в Fallout'е... Любо-дорого посмотреть. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте я предлагаю и закончить сегодняшний демо-обзор. О какой игре я расскажу вам в следующий раз, вы узнаете в следующий раз. А в заключение мы расскажем об одном необычном гаджете, который может помочь вам даже в ядерной пустоши. Но самое главное, что найти его можно в реальной жизни. Современные мобильные телефоны все меньше похожи на телефоны. По своей начинке они все больше и больше напоминают целый компьютер. Например, и этому маленькому чуду под названием Nokia N85 с технологией N-Gage позавидовал бы любой пип-бой. Занимая куда меньше места, чем знаменитый электронный помощник из Fallout'а, Nokia N85 обладает гораздо большим количеством функций. Ну а кто бы отказался совместить в такой маленькой и удобной коробочке дисплей аж 7 сантиметров в диагонали, MP3-плеер, FM-радио, камеру на 5 миллионов пикселей и GPS. Но даже все это ерунда по сравнению с технологией N-Gage. Эта программа позволяющая скачать и опробовать более 30 игр, разработанных специально для миниатюрных компьютеров. Причем десяток из них уже установлены на телефоне. Игры, созданные на платформе N-Gage, наиболее совершенны графически из всего того, что можно найти на мобильных телефонах. Чтобы закрепить свое превосходство над простыми мобильными убийцами времени, разработчики создают эксклюзивные игрушки всех жанров. От стратегий и спортивных симуляторов до самых убойных экшенов. Что не игра, то хит. Чего стоят только Brothers in Arms, Star Wars The Force Unleashed, Worms, FIFA 08 и даже Sims 2. Кстати, во время игры все нужные для управления клавиши подсвечиваются, так что не нужно тыкать по кнопкам вслепую. Полную версию любой понравившейся игры можно тут же скачать при помощи того же N-Gage. Ассортимент постоянно пополняется. К Нокии прилагается карта памяти на 8 гигабайт. Для тех, кто в гигабайтах не силен, это примерно 30 часов музыки или более тысячи игрушек. Впечатлились? Ждите! Nokia N85 появится в продаже этой зимой. На сегодня все. Надеюсь, теперь, если вас спросят, что нужно делать во время ядерной войны, вы не будете долго думать. Ну а если что-то не запомнили из нашей программы, поиграйте в Fallout. Абсолютно точно поможет. С вами был Макс Васильев. Стэндбай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok